Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим партии пятого игрового дня супер турнира FTX Crypto Cup. Первого турнира в истории, где призовым фондом, помимо гарантированных 220 тысяч долларов, является также дополнительные 100 тысяч, но в криптовалюте, конкретно в биткоине. Итак, у нас сегодня были сыграны вторые партии четверть финалов, то есть сегодня из 8 участников далее у нас уже пройдут только 4 и уже вылетов больше не будет, поскольку будут матчи за первое место и матчи за третье место. Поэтому ставим лайк до начала обзора по нашей старой доброй традиции, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран. Сейчас на ваших экранах вы видите результаты первого мини-матча. Сегодня предстояло отыгрываться французскому супергроссмейстеру Максим Вашилограву, а также гроссмейстеру из Нидерландов Ани Шугири. Ну а матчи между Фабиано Круаной и Яном Непомнящим, а также Магнусом Карлсоном и Хикару Накамурой закончились в ничью, поэтому сегодня у нас как бы все заново. Итак, начнем с матча, где белыми играл Уэсли Со, черными играл Максим Вашилограв. В первой партии между двумя этими соперниками была разыграна защита Грюнфельда. Ну и сразу скажу, что ничего интересного тут не было. Оба соперника с удовольствием пошли на красивый и форсированный вариант, где мы сейчас с вами увидим, белые жертвуют ферзя, но в итоге объявляют красивый вечный шаг. Вот после конь Д3 напали на ферзя, мы видим, что все висит у белых, но после слон бьет Д4, конь бьет Е1, вроде бы все пропало у белых, но их выручает вот такой вечный шаг. Обязательно ладья Д7, чтобы скрытый шаг от слона черные никак не могли парировать, и получается вот такая вот форсированная ничья. Ну что ж, Уэсли Со, можно сказать, спалил белый цвет, поэтому теперь во второй партии Максим Вашилограву представляется очень хороший шанс попытаться переломить неудачно складывающийся для него поединок. Идем дальше. Белыми играл Максим Вашилограв, черными играл Уэсли Со. Во второй партии у нас был разыгран дебют ферзевых пешек. Так, позиция, опять же, получилась примерно равной. Белые увели коня из центра путем конь Д3, то есть Максим Вашилограв пытается все-таки сохранить больше фигур на доске, чтобы попытаться получить хоть какие-то шансы на перехват. Но мы видим, что центр закрыт, черные начинают экспансию на ферзевом фланге. Белым в ответ пришлось играть Б4 и следует А5. И А4, чтобы хоть какие-то линии, но были вскрыты. Ферзь Б6, АБ, ферзь бьет Б5. БА рокировка. Черные заканчивают развитие, белые тоже заканчивают развитие. Ну и стало понятно, что играть, кроме как на ферзевом фланге, в такой запертой позиции совершенно негде. Черные добираются до пешки на поле С3, пытаются ее атаковать. Ну и стало понятно, что на самом деле у белых ничего не выходит. Белые сыграли здесь ладья Б4, хотя можно было сыграть ладья А1, но я думаю, что Максим Вашилограв прекрасно понимал, что ход ладья А1 ведет к дальнейшим упрощениям и неизбежной ничьей. Сыграл ладья Б4, рискуя уже проиграть, но после конь С6 он играет Е4 с идеей прыгнуть ферзем на поле Ж5 и попытаться замотовать черного короля. Конь бьет Б4, ферзь Ж5, Ж6, конь Ф6, шах, король Ж7. Опять же, ходом конь Х5. Белые достигали ничьей, но белым нужно пытаться играть на победу. И ферзь Е5 играет Уэст Лисо. Вернее, не Уэст Лисо, а Максим Вашилограв. Уэст Лисо как раз уводит ладью с поля Ф8, то есть освобождает своему королю дорожку к бегству. Конь бьет Д5, шах, король Ж8, ЦБ, ферзь Д8. Ну и здесь на самом деле ничего большего, чем ничья у белых нет. Но Максим Вашилограв перегнул палку после король Ж7, конь Е8, король Ф8. Здесь надо было вновь играть конь Ф6. С угрозой конь бьет H7. И получалась ничья. Но конь C7 сыграл Максим Вашилограв, нападая на ладью. И этот ход уже проигрывает партию, поскольку черные просто консолидируются. Выясняется, что у черных сохраняется мощнейшая проходная пешка. И дальше, как ни старался Максим Вашилограв, ничего не получилось. Уэсли Со закрывает игру, съедает пешку на Б4. И дальше просто лишнее качество начинает сказываться. Черные фигуры вторгаются в лагерь белых. Ну и дальше, что называется, без комментариев. К сожалению, турнирная ситуация была такова, что французу пришлось рисковать. Ну и риск оказался, к сожалению, неоправдан. Уэсли Со грамотно отзащищался. И здесь черные остались у разбитого корыта. Вернее, белые остались у разбитого корыта, а не черные. Что же я все время путаю Максим Вашилограв с Уэсли Со. Итак, Уэсли Со, который и так победил в первом мини-матче, вновь побеждает и во втором мини-матче. И теперь ситуация стала таковой, что если сейчас Уэсли Со делает ничью в третьей партии, то он досрочно одерживает победу в этом противостоянии. Почему? Да потому что первый мини-матч уже в пользу американского суперграссмейстера. Поэтому даже если Максим Вашилограв в оставшейся четвертой партии выиграет, то счет между ними всего лишь сравняется. А общий счет будет в пользу американца. Поэтому сейчас Уэсли Со, который играет белыми, ему достаточно всего лишь сделать ничью. Идем дальше. Итак, в третьей партии, где белые фигуры принадлежали американскому гроссмейстеру Уэсли Со, ему надо было сделать ничью белыми по заказу. Ну и надо сказать, что Уэсли Со блестяще справился с этой задачей, поскольку Максим Вашилограв даже разменял ферзей. Ничегошеньки у черных здесь нет. Белые играют Е4, вырезая ладью. После конь Д7, Ф4. Ф4 наступают. Ф6, Е5 прорываются. И выясняется, что у белых здесь позиция просто с большим перевесом. После ладья Ц5 позиция черных уже технически проиграна. Ну и говорить здесь не о чем. Когда белых устраивает ничья, то они идут на все размены. Остается просто лишняя пешка. Но белые ее отдают, поскольку ничья их устраивает. Меняют еще цинично слонов. Ну и получается ничейное пешечное окончание с минированными полями. Оба соперника знакомы с теорией пешечных окончаний. Теперь ни в коем случае нельзя ни черным играть. Король G4 ввиду король H2. И пешка теряется. Ни белым нельзя двигаться к пешке на поле H2. Тогда черные просто поставят короля на поле G4. И пешка на поле G3 отвалится. Но все равно, что самое интересное. Даже если здесь черные, значит, если белые здесь сыграют король H1. Допустим, черные ошибутся, сыграют король G4. То после короля H2, самое главное, что после короля G5 король бьет H3. Пешку-то мы потеряем. Но после короля H5 черные все равно занимают оппозицию. И победы так или иначе здесь у белых не будет. Но не стали даже проверять это соперники. Белых устраивала ничья. И таким образом Лес Лесо одерживает победу в противостоянии с Максимом Вашелогравом. И проходит в полуфинал. Ну а мы идем дальше. Белыми играл Тимур Аджабов. Черными играл Ани Шгири. В первой партии была разыграна защита Грюнфельда. Ну и опять же, здесь, после ферзь бьет C3, слон D2, ферзь B2, соперники пошли на форсированный вариант, где и черным, и белым ничего не получается, кроме как соглашаться на ничью повторением позиций. Самое интересное то, что позиция, которую сейчас вы видите на экране, повторилась еще точь-в-точь в третьей партии. Белыми играл Ани Шгири, черными играл Тимур Аджабов. И во второй партии Ани Шугири необходимо было попытаться играть на победу, чтобы получить шансы свести игру на дополнительные две блиц-партии. Напоминаю, что если счет в общем матче у нас будет равный, то есть матч состоит из двух мини-матчей, первый мини-матч Ани Шугири успешно проигран, поэтому если Ани Шугири отыгрывается во втором мини-матче, то счет будет 1-1, и будет у нас тайбрейк, где будут дополнительные сыгранные блиц-партии, с контролем 5 минут и 3 секунды добавления на ход. Ну и если и две блиц-партии не выявят победителя, то будет партия смерти Армагеддон, где белые имеют на минуту больше, у черных на минуту меньше, но их для победы устраивает ничья. Но все это вы хорошо знаете. Итак, белые должны играть на победу, черные аккуратненько защищаются, ну и надо сказать, что позиция получилась очень-очень запертой, конь на поле Ф4 довольно сильный, поэтому Ани Шугири его выменивает, и получается тяжелофигурное окончание. Опять же, оно примерно равное при точной игре, ну и оба соперника здесь сразу перевели игру в ладейное окончание. В ладейное окончание у нас, конечно, не выигрывается, ходом Б5 черные пытаются прорваться, даже жертвуя пешку на Х7. Король Д2, БЦ, БЦ, Х6, уводят пешку теперь из-под удара Тимур Аджабов. Король С3, ладья Ф8, ладья Е7, шах, король Д6, ладья Аш7, ладья Ф6, ладья Аш8, король Е5, ладья Е8. И теперь, конечно же, черным ни в коем случае нельзя уходить на поле Д6, ввиду Е5 такой вот пешечной вилки. Значит, поэтому после ладья Е8 играет ладья Е6 Тимур Аджабов. Ну и здесь надо было просчитать ему, что после ладья бьет Е6, король бьет Е6, Д4. Белые таким вот образом прорываются. И казалось бы, что все, белые должны победить, потому что вот сейчас они поставят пешку на поле Е5, короля на Е4, и прорвутся к черным пешкам. Но вот здесь Тимур Аджабов издалека видел красивую ничейную развязку. Он играет С5, жертвуя пешку, но прорываясь на королевском фланге своими пешками. То есть приносит себя пешки в жертву, одна за другой, все ради того, чтобы пешка Ф прошла в ферзи. Теперь, конечно, белые играют Аш6, и получается форсировано переход в ферзевое окончание, где у обеих сторон по пешке и по ферзю, ну и позиция получается абсолютно равной. Итак, во второй партии у нас была зафиксирована ничья. Аниш Гири, к сожалению, не сумел победить. Ну а в третьей партии мы с вами уже знаем, что было. Повторилась ход в ход первая партия, поэтому не вижу смысла ее показывать. Переходим сразу к четвертой. Итак, в четвертой партии Аниш Гири вновь играл белыми, и это был уже самый, что ни на есть, последний шанс гроссмейстера из Нидерландов попытаться переломить неудачно складывающийся для него поединок. В четвертой партии у нас была разыграна испанская партия, берлинская защита. Тимур Аджабов сделал ставку на упрощение. Ну и получилась позиция, где у белых образовалась лишняя пешка, а у черных два слона. То есть ходом конь Д3 Аниш Гири защищает пешку на поле Б2, но два слона здесь, конечно, полностью компенсируют небольшую материальную недостачу со стороны черных. Кони у белых неповоротливые, и в результате пытается ходом конь Д5 Аниш Гири запутать соперника, то есть если взять пешкой, то теряется слон на поле Д4, поэтому Ц5 играет Тимур Аджабов, подкрепляет своего слона. Водя Б1, Ф5 осуществляет прорыв, подрыв, поскольку слонам нужен оперативный простор. Ну и после Б3 слона А6, опять же, не берет на поле Д5 Тимур Аджабов, продолжает напрягать позицию своими слонами, и в результате выяснилось, что после слона Б7 уже позиция тяжелейшая. Поскольку оба коня зависли, если конь с поля Д5 уходит, то теряется его собрат на поле Ц3, ничего не получается у Аниш Гири. Он играет Водя Д3, отдавая фигуру. После Ц3, конечно, фигура отыгрывается, но получается так, что черные съедают очень много пешек. Теперь, как мы видим, материальное равенство на доске, ну и белым ничего не остается, кроме как согласиться с неизбежным, а именно с тем, что здесь в этой партии никак им не удастся победить. Более того, у черных образовалась проходная пешка по вертикали Б, которую они начинают толкать ферзи, ну и после Б3 последнюю ловушку, значит, ходом Водя... Так, не здесь, или здесь. Так, давайте. Значит, Водя Б8, король А7, Водя Б4, Водя Б6, Водя А4, Водя Б7, Водя А8. Да, вот здесь последнюю ловушку ставит, значит, Аниш Гири своему сопернику. Теперь, казалось бы, можно сыграть Б2, и вроде бы пешка проходит ферзи, но в этом случае следует шаг с поля Б8, Б8, и после король С7, Водя Б6, задерживая пешку, и после король Б6, Водя Б8, пешка на поле Б2 теряется. В такую ловушку Тимур Аджабов не попадается, играет Водя С6, ставя такой вот железобетон на поле Б6. Теперь пешка Б грозит пройти ферзи, поэтому белым ничего не остается, как встать ладьей, заблокировать эту самую пешку. Ну и после А4, Аниш Гири сделал этот ход, этот ход уже проигрывает партию, поскольку после король Е5 черные должны победить, но так как Тимура Раджабова устраивала ничья, поскольку тогда в матче во втором будет ничья, а общий счет 1-0 в его пользу, Тимур Раджабов после, значит, вернее, Аниш Гири после А4 понимал, что он проигрывает после хода король Е5, и сделав ход А4, он предложил ничью, которую Тимур Раджабов принял. Он, конечно, мог добиться победы ходом король Е5, но зачем это делать, когда спортивная задача полностью выполнена. Таким образом, Тимур Раджабов тоже проходит у нас в полуфинал. Радуйтесь, болельщики азербайджанского супергроссмейстера. Ну а мы идем дальше. Белыми играл чемпион мира Магнус Карлсон, черными играл Хикаро Накамура. Начинаются у нас самые интересные противостояния. Итак, в первой партии у нас была разыграна итальянская партия, вариант, значит, Джокопиано. Черные играют Ф5, подрывая пешечный центр белых. Белые в ответ играют слон Ж5, нападая на ферзя. И здесь черные уводят коня из-под боя ходом конь Ф6. Ну понятно, что бить коня было плохо ввиду ФЖ и тогда пункт на поле Ф2 где-то провисал. То есть это все теория. Опять же, слон Ж5 было сыграно, конь Ф6, конь С3, Д6. Ну и сейчас мы с вами увидим, что Хикаро Накамура в принципе получил хорошую позицию. У белых здесь нет никакого перевеса. и чемпион мира начинает пытаться играть на обеих флангах. Вот он уже играет сначала на ферзиум, затем перебрасывает ферзя. Хикаро Накамура отказывается от размена ферзей. Следует БА слон бьет А5, ладья Б1, ладья А7, защищая пешку на поле Б7, ферзь С4, ферзь Ж6, ладья Б5 и вот ход ладья Б5 оказывается неудачным. Здесь у Магнуса Карлсона был очень сильный ответ конь Д4, который он не увидел. И далее конь просто идет либо на поле Ф5, либо на поле Е6, либо на поле Б5. Дело в том, что коня брать нельзя. Если взять коня, то следует шах и теряется ладья на двойном ударе. Удивительно, но чемпион мира не нашел такой вот ход, как конь Д4. Он сыграл ладья Б5, получил в ответ С6, ну и здесь Магнус Карлсон идет на комбинацию, которая оказывается ошибочной. И сейчас мы с вами увидим, что произошло, и я вам объясню, соответственно, что здесь получилось. Итак, после С6 Магнус играет конь, бьет Е5. Наносит вот такой вот страшной силы удар с нападением на ферзя и шахом на поле Ф7, но после ДЕ выясняется, что здесь чемпион мира рассчитал неправильный вариант. он забирает ладьей на поле Е5 и это ошибка. Надо было забирать ладьей на поле А5. Тогда, после ладья бьет А5, ферзь Б4, вот такого вот двойного удара на ладью и на коня, у черных нет никакого выбора. У них висит конь, висит ладья, например, надо уводить ладью или защищать ладью. Тогда белые просто съедают на поле Е7. Ну и ввиду того, что у черных очень слабый король, здесь за пожертвованное качество у белых очень серьезная инициатива. Брать на А4 совершенно плохо, ввиду там ладья Д2 и вторгаются белые по всем фронтам. И так и нужно было поступать. Но после ДЕ ладья бьет Е5, играет Магнус Карлсон. Теперь атакован конь и идея чемпиона мира была в том, что после ферзь С5 будет двойной удар. Если черные будут защищать коня каким-то образом, то где-то ладья на Е6 пойдет, где-то слон на поле Ф5, где-то ладья через поле Д2 вторгается на поле Д7. Но вот здесь Хикаро Накамура играет очень точно. Он находит ход ладья Д8, не пуская ладью на поле Д2. И выясняется, что бить на поле Е7 белые не вправе, потому что будет шах. На король Х2 будет шах с поля Д6 ферзем. Двойной удар на ладью и на короля. И белые остаются просто у разбитого корыта. То есть Е5 ферзь бьет Е7 и получается так, что у черных просто лишняя ладья. Поэтому после ладья Д8 Магнус Карлсон понял, что он очень серьезно ошибся. Он играет ладья Е6, но после ферзи Ж7 уже у черных просто большой материальный перевес. Сейчас у них конкретно лишняя фигура и как дальше чемпион мира не старался, Хикаро Накамура уже его не выпустил. Постепенно потихонечку Хикаро Накамура вводит все свои силы в атаку. После ферзи С5 выясняется, что угрожает Шах, угрожает еще и конь бьет Ф3. Все зависло у белых. Ладья С2, тогда конь бьет Ф3, нехитростная комбинация, в результате которой черные уже остаются просто с двумя лишними фигурами. Чемпион мира не сдавался, находился видимо в каком-то таком состоянии полу нокаута, но сейчас мы с вами увидим, что чемпион еще в конце зевнул и ладью чистую. То есть вот эта партия просто как страшный сон для чемпиона мира, здесь он зевнул все и вся. Было видно, что Магнус Карлсон находится явно не в своей тарелке. Идем дальше. Итак, Магнус Карлсон вновь оказывается в роли догоняющего в этом сумасшедшем матче. То есть напоминаю, что в первом матче у нас не было зафиксировано ни одной ничьей. То есть соперники все четыре партии сыграли результативно и закончили со счетом 2-2. Итак, Хикаро Накамурова второй партии играл белыми. На доске у нас сицилианская защита вариант Рассалима, излюбленный вариант чемпиона мира. Он его отстаивал еще в матче на первенство мира за черных довольно успешно. Ну и здесь получается такая вот ежовая система, где черные будут таранить центр белых тычками Б5 и Д5. В результате уводят Ферзя на поле Б8 Магнус Карлсон. Получается система еж. Черные, как мы видим, готовы вскоре распустить, выпустить своего ежа. И вот ход Б5 начинается. Конь бьет Б5 жертвует фигуру Хикару Накамура. Конь бьет Б5 Х5 но выясняется, что ладе практически некуда уходить. На ладе С6 будет конь А7 и так или иначе теряется качество. Поэтому Магнус Карлсон начинает толкать пешку до поля Х3 значит ладя А1 ХГ конь Бьет С7 ферзь Бьет С7 и Б5 очень нестандартная получается игра. То есть мы видим, что у черных получается позиция без качества в итоге но у белых скрытый король. Позиция такая вот очень сложная которую обычно любит разыгрывать 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. То есть она полна динамики вроде бы не хватает значит качество у черных но у них во-первых я забыл сказать две фигуры за это самое качество то есть компенсации конечно же есть и белые начинают двигать свои пешки ферзь Е5 Ф4 ферзь С3 ферзь Е1 ну и вот ход ферзь Е1 оказался очень существенной ошибкой. Здесь надо было белым продолжать двигать пешки А6 с угрозой Б7 вилки после конь бьет Б6 слом бьет Б6 то есть ничего не остается черным как отдавать назад конь бьет Е4 слон С2 ну и дальше опять же позиция очень сложная получается но черные везде в вариантах держатся на самом деле конечно этой партии нужно посвящать полноценный отдельный обзор всех вариантов здесь в экспресс обзоре никак не покажешь итак ферзь Е1 ошибка ферзь Д3 ну конь бьет Е4 за черных приводила также к победе отмечу ну а здесь в результате черные скинули значит назад фигуру но получили очень серьезное взаимодействие всех своих фигур и ходом ферзь F1 Магнус упрощает позицию в результате после конь Д3 вводя Д4 весь пешечный центр у белых рухнул у черных не хватает как мы видим качества но у них целых три пешки за это самое качество ну и дальше следует знаменитая техника чемпиона мира он централизует все свои фигуры получает три связанных проходных пешки и здесь Хикарно Камуре ничего не остается как после водя Е7 он даже не стал дожидаться ответного хода соперника а просто сдался ну потому что рано или поздно эти монстры пойдут в ферзи и так Магнус Карлсон черными фигурами во второй партии сравнивает счет и счет вновь становится равным действительно какой-то поистине фантастический матч мы с вами наблюдаем идем дальше белыми играл Магнус Карлсон черными играл Хикарно Камура в третьей партии Магнус Карлсон неожиданно разыгрывает дебют Сокольского Хикарно Камура пошел на этот принципиальный вариант ну и сейчас мы с вами увидим что позиция хоть вариант и был разыгран очень острый но довольно быстро упростится следует вот такие вот массовые размены комбинация также разменная со стороны Хикарно Камуры и в результате позиция полностью выхолостилась и получилась позиция просто с разноцветными слонами у черных даже образовалась лучшая пешечная структура то есть им удалось разбить белым структуру пешечную но все равно позиция с большим запасом ничейна потому что разноцветные слоны на доске ну и вскоре соперники начали топтаться туда-сюда и в результате в двух мини-матчах впервые была зафиксирована ничья итак счет по-прежнему равный идем дальше в четвертой партии белые фигуры принадлежали Хикарно Камуре Магнус играл черными была разыграна испанская партия берлинская защита ну и соперники как мне кажется уже были настроены заранее на то что им придется играть тайбрейк состоящий из двух дополнительных блиц партий с контролем пять минут и три секунды добавления на ход поскольку сразу же по доске словно мамай прошел массовые размены произошли ну и здесь переход в ферзевое окончание и белые объявляют вечный шах таким образом счет во втором мини-матче тоже равный 2-2 и сейчас нас с вами ждет дополнительные две блиц партии с контролем пять минут и три секунды добавления на ход смотрим итак белыми играл Магнус Карлсон черными играл Хикарно Камура первая блиц партия и в этой партии был разыгран ферзевый гамбит дебют ферзевых пешек с ходом слона f4 надо сказать что чемпион мира конечно превосходно готов к блицу и Хикарно Камура хоть и является сильнейшим блицором в мире но Магнус Карлсон наверное единственный шахматист который превосходит Хикарно Камура по этому параметру Магнус Карлсон очень неудобный соперник для Хикарно Камуры то есть он регулярно ему проигрывает в то время как с другими шахматистами дела у него обстоят явно лучше здесь после слон е5 слон д7 слон бьет f6 gf ладья е1 создается угроза хода ладья бьет d5 ну и позиция на самом деле у черных уже проиграна дело в том что если ферзь уходит то теряется слон не уследил Хикарно Камура за вот этой самой двойной угрозой и после ферзь g7 ферзь бьет c5 остался просто без фигуры и сдался вот такой вот странный зевок произошел и Магнус Карлсон одерживает победу идем дальше белыми играл Хикарно Камура черными играл Магнус Карлсон вторая блиц партия и теперь американскому гроссмейстеру необходима только победа итак была разыграна испанская партия берлинская защита Хикарно Камуре необходимо рисковать то есть пытаться как-то переломить ход борьбы но сразу скажу что у черных позиция получилась просто великолепная они играют е4 белые фигуры зажаты и здесь Магнус Карлсон начинает массовое вторжение всех своих фигур у него отличные отличные взаимодействия всех сил и после ферзь Х4 уже угрожает слон бьет Х3 посмотрите как фигуры стреляют у черных в сторону белого короля король Ж1 конь Х5 все фигуры должны участвовать в атаке и после А4 Ф5 АБ АБ Ладья А1 Ф4 Ладья А6 последовала после Ладья Д8 Ф3 Е3 Ферзь Д1 заключительный удар слон бьет Х3 ну после чего позиция белых рассыпается в труху Хикаро Накамура играет Ладья Ж6 Г6 пытаясь предотвратить катастрофу но после слона Ф5 Ладья прогоняется дальше конь где-то может пойти на поле Ж3 с угрозой мата на поле Х1 и все заканчивается Накамура играет слон С2 и здесь Магнус Карлсон даже не забирает Ладью а играет просто слон бьет С2 и здесь Хикаро Накамура сдался ну потому что спасение от хода конь Ж3 у белых нет никакого на ферзь бьет С2 все равно следует конь Ж3 и как защищаться от мата на поле Х1 абсолютно непонятно то есть можно конечно взять на поле Ж3 но тогда белые черные возьмут пешкой на поле Ж3 замечу что слон с поля Б8 дополнительно защищает пункт на поле Ж3 и таким образом черные побеждают и так борьбы не получилось Магнус Карлсон на классе уверенно на тайбрейке со счетом 2-0 одерживает победу и проходит в полуфинал ну а мы с вами идем дальше белыми играл Фабиана Круана черными играл Ян Непомнящий первый мини-матч закончился в ничью и сейчас у нас начинается как бы все заново и так в первой партии у нас была разыграна страндийская защита то есть Ян Непомнящий применяет страндийскую защиту пытается он все-таки рисковать это довольно рискованный выбор дебюта против Фабиана Круаны но надо сказать что позиция получилась примерно равной белые завоевали открытую линию А на ферзевом фланге ну а черные в принципе получили неплохую позицию ферзь С6 контратакуем пешку на С4 слабая пешка на поле Б6 у черных следуют размены и дальнейшие массовые упрощения в результате у нас получается лазейно-коневое окончание абсолютно равное ну и вскоре соперники мы сейчас с вами увидим согласятся на ничью немножечко еще походили походили потоптались потоптались но все равно согласились итак первая партия ничья идем дальше во второй партии Ян Непомнящий играл белыми Фабиана Круана черными была разыграна итальянская партия вновь вариант Джо Копиано что в переводе с итальянского означает тишайшая итальянка разменивает Ян Непомнящий коня на слона портя черным структуру на ферзевом фланге и прорывается ходом Д4 по центру слон С4 ладья Е1 Б5 А4 БА слон бьет А4 С6 слон С2 ну и дальше следует опять же маневры постепенно потихонечку как мы видим у черных черным удалось значит поставить пешку в центре пешка на поле Д3 является как силой так и слабостью но скорее уже слабостью поскольку она атакована ферзем конь Д5 ферзь бьет Д3 и у белых образовалась лишняя пешка Б5 Ж3 ферзь Е6 король Ж2 но у черных хорошее взаимодействие фигур и на самом деле конь на поле Е4 очень крепкий то есть белым несмотря на то что у них лишняя пешка предстоит здесь аккуратно защищаться ну и дальше следуют долгие длинные маневры сейчас мы с вами увидим что произошел переход в ферзевое окончание и самое интересное будет у нас совсем скоро и так следуют маневры у белых лишняя пешка то есть они пытаются играть на победу черные аккуратно защищаются и вот ходом король Х5 Фабиана Круана уже пытается прорваться королем в лагерь белых ферзь Ф2 ферзь С4 напали на пешку на С3 ферзь Е3 ферзь Ф1 шах король Ж3 Ж6 и вот здесь Ян Непомнящий допускает очень грубый зевок играя король Х2 отдавая просто пешку на поле Х4 в то время как ход ферзь Е8 приводил к равной позиции ну черным ничего не остается как где-то объявлять белым вечный шах и так король Х2 король бьет Х4 играет Фабиана Круана и после ферзь Е7 вот здесь конечно все ахнули потому что Фабиана Круана сыграл просто король Х5 в то время как ход Ж5 приводил черных к победе дальше следует форсированный вариант ферзь Е3 ферзь Х3 шах король Ж1 король Ж3 с угрозой мата на поле Ж2 ферзь Ф2 король бьет Ф4 и черные просто побеждают потому что у белых осыпаются все пешки но но после ферзь Е7 сыграл король Х5 Фабиана Круана ферзь Е3 король Х4 опять же после ферзь Е7 вновь надо было играть Ж5 здесь Фабиана Круане но он по-прежнему играет король Х5 видимо находился в жесточайшем цепноте и был согласен на ничью повторением ходов повторюсь что ход Ж5 побеждал теперь Ферзь Е3 Ферзь Х3 Шах король Ж1 Ферзь Ж3 король Ф1 Ж4 и таким образом черные опять же добивались победы Ферзь Е7 король Х3 Шахи кончаются ФЖ Ферзь Ф3 Шах король Е1 ФЖ и пешка у черных вскоре превратится в ферзя удивительно как Яну непомнящему везет в этом мини матче после Ферзь Е7 король пронесло так пронесло идем дальше белыми играл Фабиана Круана черными играл Ян непомнящий в третьей партии у нас был разыгран дебют ферзевых пешек белые задвигают пешку до поля Б5 в ответ черные играют С5 подрывая ну и получается опять же примерно равная позиция с закрытым пешечным центром дальше соперники начали постепенно потихонечку упрощать игру и вот они предвестники скорой ничьей разноцветные слоны осталось смахнуть с доски все тяжелые фигуры что вскоре и будет сделано значит разменялась пара ладей белые пытаются создать какую-то атаку но ничего не получается у них черные все делают грамотно защищаются аккуратненько и в результате после нескольких значит там маневров получилась очень неудачная кстати позиция для Яна непомнящего то есть вот здесь надо сказать что после слона 6 вадя b7 опять Фабиана Круана прошел мимо прямого выигрыша то есть вот Ян непомнящий вроде ходил 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 туда-сюда но Фабиана Круана удалось получить зацепки для атаки и вот ходом вадя а6 Фабиана Круана мог просто добиться победы угрожает вадя бьет f6 и после короля h8 вадя бьет f6 спасения просто никакого нет на самом деле черные здесь просто проигрывали но после ладя b7 Фабиана забирает на поле f6 следует король h7 слон e3 вновь ладя h6 приводила практически к победе слон бьет e4 ферзь g5 и позиция у белых явно лучше но слон e3 играет Фабиана Круана после ферзь g6 ферзь бьет e5 слон бьет e4 происходит наконец-то сейчас мы с вами увидим размен тяжелых фигур размен ферзей вернее размен ладей ну и дальше соперники начали повторять позицию опять же повторюсь что Яну непомнящему такое ощущение что везет как первому призеру поскольку здесь и в этой партии Ян непомнящий стоял очень сомнительно и Фабиана Круана должен был одерживать победу и тогда сейчас бы уже просто матч закончился потому что в прошлой партии Фабиана Круана получил выигранную позицию но свел партию в ничью и в этой партии получил выигранную позицию но партия закончилась в ничью держим кулачки за Яна идем дальше белыми играл Ян непомнящий черными играл Фабиана Круана и так четвертая партия тот кто одерживает победу тот и выходит в полуфинал ну а если ничья то нас ждет тайбрейк ну и вот здесь в этой позиции был разыгран дебют четырех коней быстро позиция упростилась опять же давайте быстренько перемотаем получилось примерно равное окончание сейчас мы с вами увидим что у черных позиции чуть похуже то есть Фабиана Круане предстояло защищаться Ян непомнящий долго здесь пытался его мучить но Фабиана Круана нигде не допускал никаких грубых ошибок и в результате логичный логичный исход поединка получилась ничья ну что ж 2-2 и теперь нас с вами ждет тайбрейк дополнительные две блиц партии с контролем пять минут и три секунды добавления на ход смотрим итак в первой партии белые фигуры принадлежали российскому гроссмейстеру Яну непомнящему было разыграно английское начало ну и как мы с вами прекрасно знаем у Фабиана Круаны блиц является довольно таки слабой дисциплиной то есть вот Фабиана Круана превосходно играет в классические шахматы являясь шахматистом номер 2 мирового рейтинга но вот в блиц дела у американского супергроссмейстера складываются гораздо менее удачно и вот сейчас мы с вами увидим что после Конь С5 Ферзь С2 Слон Ф7 Е4 Конь С7 Слон Д4 Конь бьет Б3 проводит вот такую вот красивую комбинацию американский гроссмейстер но после Ферзь бьет Б3 совершает грубый зевок уже на следующем ходу играя Б5 здесь надо было просто сыграть С5 прогнать слона и после например Слон Е3 уже тогда играть Б5 разницу мы сейчас с вами отчетливую заметим я вам ее покажу значит здесь Конь уйти не может связка и у черных полный порядок но сыграв Б5 сразу Фабиано Курана зевнул ход Ферзь Е3 и теперь Ферзь значит Слон идет на поле С5 и просто белые выигрывают качество так и произошло белые получили лишнее качество и дальше уверенно довели партию до победы белые доминируют по всем фронтам лишнее качество очень быстро сказывается ну и дальше быстренько проматываем Ян Непомнящий одерживает легкую победу вот так вот Фабиано Курана просчитался в Блиц и Ян Непомнящий его за это наказал идем дальше белыми играл Фабиано Курана черными играл Ян Непомнящий и если сейчас Фабиано Курана не выигрывает то в полуфинал проходит Ян Непомнящий и так в решающей второй Блиц партии у нас была разыграна французская защита то есть Ян Непомнящий сделал ставку на свой излюбленный дебют на свою излюбленную защиту французскую ну и опять же позиция быстренько потихонечку сначала упрощается позиция получается примерно равная но вот здесь надо сказать что после Ладья бьет С2 Ян Непомнящий должен был играть Ладья Ф6 просто защищая пешку на поле Е6 и тогда позиция просто была бы примерно равной но Ян Непомнящий не ищет легких путей он пытается играть в активные шахматы и в результате надо сказать что Ян Непомнящий практически доигрался у белых позиция явно лучше они съедают пешку теперь у них просто лишняя пешка черные делают ставку на свою мощную проходную по вертикали Д и вот здесь белые начинают быстро накатывать пешки мчаться своим королем но после Ладья Д4 опять здесь Фабиана Курану как подменили здесь к победе вел ход Ж5 ну не к победе а к позиции где у белых огромный перевес отгоняем короля играем король Ж4 Ладья Ф8 Ладья Ф5 и после Ладья Е8 король Ф3 перегруппироваемся у черных единственный ход это Б5 пытаться отвлечь Ладью все остальное просто ведет практически к безнадежной позиции Ладья бьет Б5 Ладья Ф8 прицепились к пешке заставляем ее продвинуться Ладья Х4 Ладья Д5 Ладья бьет Х5 король Ж4 ну и получается вот такая вот позиция где белые мчатся своим королем защищают пешку на поле А2 и получается позиция с двумя лишними пешками у белых позиции уже носят технический характер с точки зрения компьютера здесь конечно белые должны побеждать но после Ладья Д4 Фабиана Курана сыграла Ладья Е6 это ошибка дальше черные наладили взаимодействие своих фигур своих сил атакована пешка на Ф4 если она продвигается то теряется пешка Ж4 и здесь уже черные просто мчатся своей пешкой меняют пешку А получается позиция 2 на 3 на одном практически фланге пешку Д3 белым никак не удается окучить никак не удается уничтожить ну и в результате получается что-то наподобие крепости когда белые продвигают пешку вперед черные атакуют пешку на поле Ж5 и дальше получается ничья форсированная ничья с полным уничтожением сил и доигравшись до голых королей вынужденно соперники согласились на ничью и эта самая ничья приносит Яну непомнящему долгожданную путевку в полуфинал сейчас друзья вы видите на экране сводную таблицу результатов участников второго мини-матча и также состав полуфинала Ян непомнящий у нас будет играть с Уэсли Со в то время как Магнус Карлсон поборется с Тимуром Раджабовым вот такой вот у нас состав полуфиналов ну а у меня на сегодня все Друзья если обзор вам понравился то ставьте лайки подписывайтесь на канал нажав на красную кнопку внизу видео или же на кнопку с изображением фигурного коня которая вскоре появится прямо посередине этого ролика также для вашего удобства если вы щелкнете по левой конечной заставке то вы увидите обзор предыдущего игрового дня супер турнира значит крипто кап если же вы щелкнете по правой конечной заставке то вы увидите обзор следующего игрового дня этого же супер турнира все сделано для вашего удобства чтобы вы не пропустили ничего важного и интересного надеюсь что вы оценили мои старания все что я хотел сказать я сказал увидимся на обзоре следующего тура супер турнира серии чемпионс чес тур играйте в шахматы любите шахматы всем счастливо